Рассказ Рэй Брэдбери «Ржавчина» 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 Рассказ 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 «Ржавчина» сделать. Если бы я захотел, я мог бы начать сегодня же. Полковник засмеялся. Я думаю, вы шутите. Нет. Я говорю вполне серьезно. Я давно уже хотел поговорить с вами. Я рад, что вы сами позвали меня. Я работаю над этим изобретением уже довольно давно. Мечтал о нем целые годы. Оно основано настроение определенных атомов. Если бы вы изучали их, вы бы знали, что атомы оружейной стали расположены в определенном порядке. Я искал фактор, который нарушил бы их равновесие. Может быть, вы знаете, что я изучал физику и металлургию. Мне пришло в голову, что в воздухе всегда присутствует вещество, вызывающее ржавчину – водяной пар. Нужно было найти способ вызывать у стали нервный шок. И тогда водяные пары принялись бы за свое дело. Разумеется, я имею в виду не всякий металлический предмет. Наша цивилизация основана на стали. И большинство ее творений мне не хотелось бы разрушить. Я хотел бы вывести из строя пушки, ружья, снаряды, танки, боевые самолеты, военные корабли. Если бы понадобилось, я бы заставил свой прибор действовать на медь, бронзу, алюминий. Попросту прошел бы около любого оружия, и этого было бы достаточно, чтобы оно рассыпалось в прах. Полковник наклонился над столом и некоторое время разглядывал сержанта. Потом вынул из кармана авторучку с колпачком из ружейного патрона и начал заполнять бланк. «Я хочу, чтобы сегодня, после полудня, вы сходили к доктору Мэдзю. Пусть он обследует вас. Я не хочу сказать, что вы серьезно больны, но мне кажется, что врачебная помощь вам необходима». «Вы думаете, я обманываю вас?» – произнес сержант. «Нет, я говорю правду. Мой прибор так мал, что поместился бы в спичечной коробке. Радиус его действия – 900 миль. Я мог бы вам настроить его на определенный вид стали, и за несколько дней объехал всю Америку. Остальные государства не могли бы воспользоваться этим, так как я уничтожил бы любую военную технику, посланную против нас. Потом я уехал бы в Европу. За один месяц я избавил бы мир от войны. Не знаю в точности, как мне удалось это изобретение. Оно просто невероятно. Совершенно так же невероятно, как атомная бомба. Вот уже месяц я жду и размышляю. Я тоже думал о том, что случится, если сорвать панцирь черепахи, как вы выразились. А теперь я решился. Беседа с вами помогла мне выяснить все, что нужно. Когда-то никто не представлял себе летательных машин. Никто не думал, что атом может быть губительным оружием. И многие сомневаются в том, что когда-нибудь на Земле воцарится мир. Но мир воцарится. Уверяю вас. Этот бланк вы отдадите доктору. Подчеркнуто произнес полковник. Сержант встал. Значит, вы не отправите меня в другой военный округ? Нет. Пока нет. Пусть решает доктор. Я уже решил, сказал молодой человек. Через несколько минут я уйду из лагеря. У меня отпускная. Спасибо за то, что вы потратили на меня столько драгоценного времени. Послушайте, сержант, не принимайте этого так близко к сердцу. Вам не нужно уходить. Никто вас не обидит. Это верно. Потому что никто мне не поверит. Прощайте. Сержант открыл дверь канцелярии и вышел. Дверь закрылась, и полковник остался один. С минуту он стоял в нерешительности, потом вздохнул и провел ладонью по лицу. Зазвонил телефон. Полковник рассеянно взял трубку. Это вы, доктор? Я хочу поговорить с вами. Да. Я послал его к вам. Посмотрите, в чем тут дело? Почему он так ведет себя? Как вы думаете, доктор? Вероятно, ему нужно немного отдохнуть. У него странные иллюзии. Да. Да. Неприятно. По-моему, сказались шестнадцать лет войны. Голос в трубке отвечал. Полковник слушал и кивал головой. Минутку. Я запишу. Он поискал свою авторучку. Подождите у телефона. Пожалуйста. Я ищу кое-что. Он ощупал карманы. Ручка только что была тут. Подождите. Он отложил трубку, оглядел стол, посмотрел в ящик. Потом окаменел. Медленно сунул руку в карман и пошарил в нем. Двумя пальцами вытащил щепотку чего-то. На промокательную бумагу на столе. Высыпалось немного желтовато-красной ржавчины. Некоторое время полковник сидел, глядя перед собой. Потом взял телефонную трубку. Доктор, сказал он, положите трубку. Он услышал щелчок и набрал другой номер. Алло. Часовой? Каждую минуту мимо вас может пройти человек, которого вы, наверное, знаете. Холес. Остановите его. Если понадобится, застрелите его. Ни о чем не спрашивая. Убейте этого негодяя. Поняли? Говорит полковник. Да. Убейте его. Вы слышите? Но, простите, возразил удивленный голос на другом конце провода. Я не могу. Просто не могу. Что вы хотите сказать? Черт побери. Как так? Не можете. Потому что, голос прервался, в трубке слышалось взволнованное дыхание часового. Полковник потряс трубкой. Внимание к оружию. Я никого не смогу застрелить, ответил часовой. Полковник тяжело сел, с полминуты задыхался и жмурился. Он ничего не видел и не слышал. Но он знал, что там, за этими стенами, ангары превращаются в мягкую красную ржавчину. Что самолеты рассыпаются в бурую, уносимую ветерком пыль. Что танки медленно погружаются в расплавленный асфальт дорог. Когда исторические чудовища некогда проваливались в асфальтные ямы. Именно так, как говорил этот молодой человек. Грузовики превращаются в облачко оранжевой краски. И от них остаются только резиновые шины, бесцельно катящиеся по дорогам. Сэр, заговорил часовой, видевший все это, клянусь вам. Слушайте, слушайте меня, закричал полковник. И идите за ним. Задержите его руками. Задушите его. Бейте кулаками. Ногами забейте насмерть. Но вы должны остановить его. Я сейчас буду у вас. И он бросил трубку. По привычке он выдвинул нижний ящик стола, чтобы взять револьвер. Кожаная кобура была наполнена бурой ржавчиной. Он с проклятием отскочил от стола. Пробегая по канцелярии, он схватил стул. Деревянный, подумалось ему. Старое доброе дерево, старый добрый бук. Дважды ударил им о стену и разломал. Потом схватил одну из ножек, крепко сжал в кулаке. Он был почти лиловым от гнева и ловил воздух, раскрытым ртом. Для пробы сильно ударил ножкой стула себе по руке. «Годится, черт побери!» – крикнул он с диким воплем. Он выбежал и хлопнул дверью.